Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, сообщите, слышно вас, нет? Меня слышно? Очень приятно. Еще раз добрый вечер! Я вас вижу. Все на связи. Еще раз добрый вечер! Итак, мы сегодня с вами продолжим разговор о здоровье. И сегодня наша тема – это здоровье мужчин. Я думаю, на дворе уже почти лето. Женщины все делают для того, чтобы понравиться мужчинам. И мужчины должны понравиться женщинам. Так вот, что же такое представляет из себя мужчина? Чем отличается мужчина от женщины? Ну, в первую очередь, это набор гормонов. Женские половые гормоны определяют вторичные признаки – это женские. И вторичные признаки мужчин определяют мужские половые гормоны. Сегодня мы поговорим о таком мужском половом гормоне, как тестостерон. Что же из себя представляет тестостерон? Во-первых, это анаболический стероид. Я думаю, спортсмены знают, что это такое. Несведущие поинтересуются. Но речь сегодня не об этом анаболическом характере стероида, а о том, что же определяет тестостерон. Во-первых, тестостерон – это… Он определяет анатомические признаки мужчин. Мы все прекрасно знаем, что мужчина в глазах женщины должен быть высоким, красивым. У него должна быть мышечная масса, такие широкие плечи, узкие бедра. Затем мужчина должен быть устойчив к физическим и психологическим нагрузкам и иметь мышечную силу. Мужчина должен быть выносливым, то есть он должен обладать способностью к таким долгим нагрузкам. Он должен обладать таким понятием, как агрессия, от умеренной до сильной, то есть мужчина должен быть защитником дома. Мужчина должен быть тренированным, у него должен быть высокий общий уровень энергии, у него должна быть сексуальная активность, мужчина ценит чувство дружбы, у него отсутствует срезливость и присутствуют здоровые амбиции. Вот это то, что женщины хотят видеть в тех мужчинах, которые находятся рядом с ними. Мужчина, запомните, пожалуйста, это вот тот портрет хорошего, состоятельного мужчины, который должен быть в каждой семье. Обратите внимание женщины, те, которые воспитывают мужчин своих мужей и продолжителей рода и ваших сыновей. Так что же такое мужчина в настоящее время? И почему женщины говорят, что мужчины в настоящее время изменились, что они лежат на диване и ничего не хотят видеть? Давайте разберемся. Может быть причина не только в том, что мужчины стали плохими, может быть что-то другое присутствует. Вот посмотрите, в организме есть такие константы, которые определяют, что же такое мужчина, определяют уровень тестостерона в организме мужчины. Во-первых, это повышенное артериальное давление. Если артериальное давление мужчины повышено на 15-20 единиц, то тогда существенно снижается уровень тестостерона. Нормальное артериальное давление 120 на 80. Запомните, никакого повышенного давления 140 на 80 не должно быть. Это просто такие разговоры для того, чтобы не заниматься своим здоровьем. Затем вторая константа. Повышенная частота дыхательных движений, то есть это одышка. Гипоксия всегда ведет к снижению уровня тестостерона. Поэтому, когда мужчина находится в тесном зале, когда им не хватает воздуха, то это ведет к понижению уровня тестостерона. Я думаю, что мужчина запомнит и будет часто проветривать комнаты. Затем, это повышенное число сердечных сокращений. Сердечные сокращения в норме должны быть 80 сокращений в минуту. Если сокращения повышенные, то тестостерон может снижаться до 20-25%. Следующая константа – это количество гемоглобина. Повышенное или пониженное количество гемоглобина ведет к снижению уровня тестостерона. Повышенный билирубин, норма его 20, это тоже ведет к понижению уровня тестостерона на 20-25%. Нарушение работы почек. В норме в мужском организме должно вырабатываться где-то 2 литра мочи. Если количество мочи где-то снижено до 1 литра, то это приводит к снижению тестостерона на 15-20%. За счет того, что в моче скапливается гормон стресса – это адреналин и кортизол. Еще одна константа, достаточно распространена в настоящее время – это лишний вес. Лишний вес, я думаю, это болезнь не только мужчин нашей страны, она мировая проблема. Мы об этом поговорим еще немного далее. Сейчас я не буду на этом останавливаться подробно. Пока перечислю только константы, которые влияют. Следующая, восьмая константа – это повышенное содержание сахара в крови. Вы прекрасно понимаете, что когда идет повышение сахара в крови, развивается такая болезнь, как… Простите, диабет, извините. Развивается диабет. И вся проблема диабета в том, что инсулин, который выделяется, – это антагонист тестостерона. Очень много. Следующая константа – это холестерин. Все прекрасно понимаете, что холестерин – это такое вещество, которое необходимо организму. В последнее время ему почему-то присвоили такой не очень негативный вид, придали ему, что это только то вещество, которое наносит вред здоровью. Отнюдь нет. Вы знаете, что тестостерон, он собирается на уровне холестерина. И поэтому низкое содержание холестерина, конечно, может привести к тому, что будет низкое содержание тестостерона в организме мужчины. Следующая константа – это pH. Вы все прекрасно знаете, что такое pH. Это кислотно-щелочной баланс организма. Кислотно-щелочной баланс – это очень существенная константа, поскольку все биохимические процессы, которые происходят у нас в организме, они напрямую связаны с этим балансом. Кислая среда может привести к тому, что результатом биохимической реакции может быть не то вещество, которое мы ожидали бы получить в результате приема пищи. Биохимические реакции происходят в нашем организме постоянно, и поэтому это постоянно нужно соблюдать. Есть кислотная нагрузка пищи, и, к сожалению, в настоящее время не только мужчины, но и женщины принимают очень много пищи, которая обладает кислотообразующим таким эффектом. То есть в результате приема пищи образовывается кислота. Все продукты, которые мы употребляем ежедневно, то это углеводы, сладкое, то, что любят мужчины, мясо, рыба, это все обладает такой кислотной нагрузкой на организм. Щелочообразующие продукты – это овощи, фрукты, ну и зелень. Затем, следующая константа – это повышенное содержание лейкоцитов в крови. Как только мужчина заболевает, у него в крови образуется много лейкоцитов, природа достаточно умная и считает, что больные люди не должны размножаться, поэтому и уровень тестостерона, конечно, будет низкий. И еще повышенная температура. Вот про повышенную температуру хочется сказать еще отдельно. Дело в том, что тестостерон у нас образуется в мужском организме, это в яичках. Яички не случайно выделены из организма. Дело в том, что температура тела нашего в норме 36,6 градуса. А вот температура... Что-то у меня тут зависло немного. Слышно? Уважаемые мужчины, если вы настоящие мужчины, то вы должны четко знать, что настоящие мужчины не спят под одеялом. Настоящие мужчины спят под простынкой. Ни в коем случае нельзя перегревать репродуктивные органы мужчин. Нельзя носить узкое белье и брюки. Дело в том, что мужские яички устроены таким образом, что при ходьбе они должны раскачиваться. И вот этот механизм раскачивания запускает образование тестостерона. Поэтому, если вы пришли домой, поменяйте, пожалуйста, белье. Наденьте спортивные штаны. Такие широкие, комфортные, для того, чтобы вам было легко ходить. И я думаю, что уважаемые женщины теперь будут за этим следить. И нижнее белье нужно как можно свободнее носить. Затем нельзя перегревать репродуктивные органы мужчин. Это во время езды в машине, это подогрев сидений, это категорически запрещено мужчинам. Вы можете подогревать, предположим, вашу соседку по машине, значит, да, вот та, которая будет рядом с вами находиться. Но ни в коем случае не себя. Затем вам не надо ни в коем случае носить сотовые телефоны ниже пояса и ставить ноутбуки на колени. Поскольку это влияет на вашу репродуктивную функцию. Уровень тестостерона будет резко снижен. Вот эти основные моменты. Про кислотно-щелочной баланс я бы еще хотела сказать тот момент, что ученые выяснили, что в кислой среде тестостерон может превратиться в женский половой гормон, например, в эстрадиол или в эстрон. То есть химическая формула женских половых гормонов и мужских, она ненамного отличается. И поэтому переход мужских гормонов и женских происходит очень-очень легко. Запомните, пожалуйста, это. Что же влияет у нас на уровень тестостерона в организме? Вот из всех 12 констант, которые понижают уровень тестостерона, выходят и причины. Ну, первая причина. Первая причина – это психологическая. Это стресс. Все финансовые проблемы, все кредиты невыплаченные держат мужчину в напряжении, а в напряжении тестостерон не вырабатывается. Второе. Это все-таки еда. Экологически неблагоприятная еда, отсутствие витаминов и микроэлементов, отсутствие омеги-3, антиоксидантов, клетчатки – все влияет на то, что уровень тестостерона в организме мужчины будет снижаться. Напитки. Как ни прискорбно я могу расстроить мужчин. Первые 5 минут приема алкоголя, конечно же, повышают уровень тестостерона. Затем уровень тестостерона резко падает. Прием большого количества алкоголя в течение 3 месяцев и прибавка в весе на 20 кг может привести к нулевому содержанию тестостерона. Еще одна причина, понижающая уровень тестостерона в организме – это агрессия бактерий и грибов. Ну, вы все знаете, что к этой агрессии могут привести и случайные половые связи. Пятая причина – это медицина. Те лекарства, которые мужчины могут бесконтрольно принимать. Ну, такие препараты, как противоязвенные препараты, атропин, они приводят к тому, что уровень тестостерона резко снижается. Ну, наследственные факторы тоже, конечно, влияют. Травмы, которые могут сопровождать мужчину, предположим, в каком-то там юношеском возрасте или в детском возрасте. Это травмы реперативных органов, яичек. Любые травмы, которые случаются на период болезни, они, конечно, приводят к уменьшению уровня тестостерона. Я повторюсь, еще раз скажу, что больные не должны размножаться. Вредные привычки приводят к тому, что уровень тестостерона снижается. Это такие, как курение, беспорядочный секс, нерегулярный секс. Биоэнергетические факторы – это вот те же самые мобильные телефоны на поясе, ноутбук на коленях. Это то, что приносит вред мужчине. Время оказывает такое вот влияние, да, то есть организм стареет. Ну, и экологические факторы. И хочу сказать про гиподинамию. Все тот же лишний вес. Иногда женщины не до конца понимают, почему мужчина начинает, предположим, валяться на диване и перестает заниматься зарабатыванием денег. Дело в том, что вот эта гиподинамия и лишний вес, они настолько причиняют вред здоровью мужчины, что это настолько порочный круг, что его разорвать бывает очень трудно. Дело в том, что как только уровень тестостерона снижается, а он определяет такой фактор, как мышечная сила мужчины, у него появляется лишний жир. Меняется его фигура, обвисают плечи, появляется жировая ткань в области талии, в области бедер. У него становится такие неупругая кожа, у него может быть какая-то слезливость появляется, он начинает себя жалеть, лежа на диване. И дело в том, что как только лишний вес появляется, и вот эта вот жировая ткань, раньше считалось, что это просто сбор энергии в этой жировой ткани. Сейчас у медиков другая точка зрения, дело в том, что в жировой ткани находится еще такой гормон лептин, который просто вызывает голод, вот страшный голод. Мужчина полнеет, он хочет все больше есть, и чем больше он ест, тем больше он полнеет. Для того, чтобы определить вам, насколько далеко зашла вот эта вот проблема у мужчин, есть такой простой тест. Измерьте ему, пожалуйста, талию. Если его талия где-то 94 сантиметра и более, значит у него все-таки возникли проблемы, у него идет ожирение. Но если у мужчины талия 102 сантиметра и больше, это говорит о том, что у мужчины явно недостаток тестостерона. И вот в этой жировой ткани точно так же, как PH среды, кислотно-человечный баланс, вот в жировой ткани мужские половые гормоны могут просто-напросто перейти в женские. И поэтому, когда становится много женских половых гормонов у мужчины, то все, конечно, вот эти все причины, которые есть, которые так не нравятся женщинам, они вот возникают. То есть женские черты появляются, да, то есть мужчина больше занимается уже домом, ему не хочется уже зарабатывать деньги, к сожалению, у него нет амбициозности. Я думаю, что это не касается мужчин, которые работают в Арифлейм. Я все-таки глубоко надеюсь, что у каждого есть здоровые амбиции, и каждый мужчина, который работает в Арифлейм, стремится стать президентом. Я думаю, вот эти вот небольшие, предположим, советы, которые я вам сегодня привела для того, чтобы ваша амбициозность все-таки возросла, и чтобы вы радовали своих детей, своих жен, это поможет вам сохранить ваше мужское здоровье. Если у вас есть вопросы, я готова на них ответить, я думаю, сейчас я с вами попрощаюсь, пожелаю вам здоровья, и, пожалуйста, все советы, которые вот сегодня были, вы подумайте, решите для себя, что же вы хотите в этой жизни, быть здоровым или продолжать тот же самый путь. Хочу напомнить, что в Арифлейм есть такой замечательный продукт wellness. Есть еда, это коктейль в трех вкусах, и есть мужской пэк. Мужчине обязательно нужны витамины, обязательно нужна омега, и обязательно нужны антиоксиданты. И если вы примете к сведению, что эта продукция приносит вам повышенный уровень тестостерона, что это ваш царь и бог, я думаю, что вы никогда не сможете отказаться от этого продукта. Будьте здоровы, будьте амбициозны, будьте счастливы и будьте любимы. До свидания. Продолжение следует...